здравствуйте здравствуйте как обычно я рада приветствовать всех кто решил зайти ко мне на канал сегодня у нас будет парфюмерное видео и в этом видео я бы хотела рассказать о том какие ароматы мне кажется более предпочтительными в ноябре собственно говоря вот их я уже успела поносить и рука тянется снова ну вот уже середина ноября и я тут созрела к видео о ноябрьских ароматах но я бы сказала что это как раз таки видео очень правильное потому что я повторюсь это те ароматы которые я сейчас ношу которым тянется рука так что все честно и так давайте приступим вот здесь вы видите несколько флаконов я честно говоря достала 6 мне больше ничего не хотелось доставать вот как-то так ароматы которые я разнашиваю до с которыми я знакомлюсь я не отношу к этому видео ну вот так что среди ноябрьских ароматов я сегодня показываю 6 итак начнем и начнем мы пожалуй вот с этого аромата знакомого многим аромата который я показывала в разных видео показывала неоднократно это знаменитая тер де люмьер от марки локситан этот знаменитый лавандовый мед я мед люблю я всегда с удовольствием использую ароматы в которых есть мед я всегда знакомлюсь с этими ароматами тер де люмьер я ношу сейчас с удовольствием ношу мне в данный момент очень импонирует вот это вот такая кисло потому что от лаванды и от по моему здесь должны быть цитрусы мне кажется что здесь должны быть цитрус по крайней мере по моему там то ли бергамот то ли лимон в общем какая-то кислинка здесь точно имеется плюс вот это лавандовая такая тоже немножечко травянисто кислая но . имеется ну и вот это вот терпко-горькая медовость ароматы сладкие и терпкие и горький и лавандовый но не горький с горчинкой мне очень нравится мне очень нравится он обладает неплохой стойкость урорчик аж урорчика что у тебя тут девочки активное настроение она сейчас решила побегать вот аромат красив аромат немножечко тягучий аромат мне кажется очень попадает в настроение в сегодняшний в теперешний вот в это вот ноябрьская вот это сочетание я уже сказала такой пыльно травно кисловатой лаванды цитрусовых нот сладко терпкого меда еще немножечко какой-то остриночки хорош хорош красавчик пользуюсь большим удовольствием ну почти на весь рабочий день и хотя уже вот к вечеру звучит уже совсем-совсем тихо ну ничего ничего так что быть мы тут живем следующий красавчик в моей коллекции это вообще-то новинка это новый аромат который я купила достаточно недавно это аромат от марки мажда беккали и он называется тендра ляньви тендра ляньви и здесь у него вариант клэр ну вы можете посмотреть как я его неплохо поносила потому что это был новый аромат но он был прям вот не по кончика заполнен вот у марта беккали новые там здесь чуть-чуть вот было отступление но я его поносила уже очень неплохо я его носила я бы сказала так запойно запойно вот и меня периодически опять тянется к нему рука касательно этого аромата у него весьма интересная пирамида здесь у него если правильно помню и специи и амбара и ваниль и кедр и гвоздичка если я конечно ничего не путаю вот но я ощущаю здесь несколько не то я здесь очень хорошо ощущают древесность я здесь шикарно ощущаю кедр и вообще этот аромат начинается знаете сочетание смолистых таких вот кедровых даже таких игольчатых нот потому что здесь я ощущаю сразу все и смолу такую как называется идет елки-то смолу и ветки то есть дерево древесину и знаете такую вот прям интересную ноту когда и полки они еще не зелененькие и их вот словно минут минут растирают в руке чтобы запах стал более более острым более ярко выраженным вот такое сочетание здесь в самом начале очень интересное такое вот прямо как-то пробуждающие что ли сочетание такой даже немножко бодрящие какой-то вот этот остринка такая вот этих вот зеленых измятых иголок она как-то вот меня на мне мне немножко бодрит вот потом вот это вот измятые иголочки они уходят остаются смолистость остается явно выраженная древесина кедровость вот и ванили здесь вообще-то очень-очень мало здесь ванили и здесь практически не ощущается ее здесь совсем немного но здесь приятно очень ощущаются пряности здесь хорошо ощущается пряности иногда появляется гвоздичка вот вот эти пряности и древесину и гвоздичку все это окутывает такая теплая немножечко пушистая амбровая но . еще раз повторяю ванили здесь неявная ваниль может быть где-то там прячется внутри но вот это деревяшество специево-амбровое звучание меня сейчас прям очень и очень радует и вы можете видеть как неплохо я поносила вот этот вот аромат он у меня вот сейчас конец октября ноября идет просто на ура очень интересным аромат кстати очень стойкий вот стойкий 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 аромат прям на весь рабочий день прямо прямо таки вот на 14 часов его хватает замечательно ну давайте продолжим и я достаю своего любимчика я думаю что те люди которые меня смотрят прекрасно знают что шалимар это моя большая любовь вот я готова носить его мне кажется в каждом месяце я готова носить его наверное все сезоны вот так что наверное я готова в каждом месяце доставать филакончик шалимара и говорит что он прекрасно сюда подходит но если вы заметили флакончик то уже близится к своему завершению здесь мне кажется осталось не менее больше мне кажется где-то 22 23 миллилитров а здесь было 40 42 43 вот так вот так что я его очень неплохо поносила и вот сейчас у меня прямо такие опять-таки до рука оттянется к этому аромату ну что сказать пошли марш ли марта шалимар здесь в самом начале такая это немножко бензиновая но . но не чистым бензином пахнет а вот где-то здесь в начале в звучание этого аромата что-то такое бензиновая немножко ощущается поэтому те кто говорят о резине это мало покрышках я покрышки не чувствую я ощущаю бензиновость вот но это все очень быстро проходит и само звучание шалимара меня конечно восхищает восхищает ну что говорить да это ваниль это кожа это цитрусы вот это смолистость определенная но это чудесный шикарный аромат я готова пить ему воды я готова показывать его каждый месяц мне кажется он у меня скоро закончится я не буду его экономить я буду наслаждаться и когда он у меня закончится я куплю новый шалимар чик это просто шалимар никакой не флангер обязательно куплю себе свеженький давайте продолжим и вы видите перед собой следующего красавчика восточного это аромат который я еще ни разу не показывала видео в в ароматах которыми я пользуюсь я показывала его только в распаковке это было достаточно давно это аромат от марки на султан дэсаба у меня было видео какого-то лета по моему вот не этого которое прошло по моему по моему того 21 года мне кажется это было лето когда я приобрела несколько ароматов от для султан дэсаба и кое-что из ухода и вот среди них был вот этот аромат буа дэуд буа дэуд от ля султан дэсаба здесь у нас большой объем 100 миллилитров покупала я этот аромат вслепую потому что у нас как-то не наблюдается отзывов на него и вообще на фрагрантики даже на англоязычной там на франкоязычный как-то на этот аромат ну совсем мало отзывов ну вот что я могу сказать этот аромат меня очень долго отстаивался потому что когда он пришел я его попробовала мне он мне понравился мне он мне понравился он был какой-то химический он был какой-то кричащий как афоничный и ему потребовалось долгое время чтобы отстояться но потребовалось больше года ему потребовалось больше года но вот сейчас когда я его ношу вот я периодически к нему подходила я периодически его пробовала я периодически пыталась его так брызнет, но, знаете, вот чувствовалось, что вот эта кафоничность отступает, но она делает очень медленно, очень медленно. И то есть вот он стал таким интересным, манящим, красивым достаточно недавно, может быть, около, может быть, ну, в районе полугода, наверное, то есть стоял он год как минимум, как минимум год он стоял. Вот, у него пирамида тоже такая достаточно, ну, не из трёх нот она состоит, да, поэтому, наверное, в какой-то степени разнообразная пирамида. Что я здесь ощущаю? Здесь я достаточно хорошо ощущаю, во-первых, дерево, вот, дерево, древесные ноты, они ощущаются явно, вот, и очень приятно ощущаются, знаете, ванильные ноты, здесь чётко ощущается ваниль. Мне кажется, она не заявлена в пирамиде, но вот, всё, вот это вот приятное, что здесь можно найти, что-то сладковатое, что-то, что-то с лёгкой цветочностью, вот, какие-то, вот, ванильные обертона какие-то встречаются, вот, ещё что-то, что я не могу идентифицировать, вот это вот кокон, кокон, в который упакованы древесные ноты, он очень приятен, он очень приятен, аромат, ну, ут здесь, кстати, угадывается, ут здесь, кстати, угадывается, он здесь не медицинский, он здесь не резкий, он здесь не вонючий, он здесь приятный, вот, и весь вот этот аромат, он, отстоявшись, да, действительно, показывает, что он весьма интересен, это древесно, ванильно, ещё какой-то аромат, потому что вот это то, что я распознаю, а остальное вот распознать я не могу, но это очень приятный кокон, состоящий из, как я понимаю, разных-разных-разных, вот, аромат обладает неплохой стойкостью, не как Мажда Беккали, там не 14-15 часов, но поменьше, наверное, мне кажется, его хватит часов на 7, вот, но он хорош, да, он хорош, он, очень неплохого качества аромат, он обладает определенной шлейфовостью, вот, он красив, он всё-таки красив, хорош, интересен, вот, вот так вот. Следующий аромат, и это тоже новичок в моей коллекции, аромат, который я купила, ну, несколько месяцев назад, это аромат, как вы видите, вот такой интересный, он называется Палиндром, Палиндром 1 от испанской марки Санти Бургас, вот, значит, у него очень интересная упаковка, вот, вы видите, здесь флакон заключен в такую, сверху имеет такую кожаную нашлепку, да, я без миникюра сижу, и вообще, да, в очередной раз проблемы с ногтями, вот, кожаная нашлепка такая, здесь у него вот крышечка, под дерево мне, вот, она сделана как-то под дерево, я не пойму, это пластик или дерево, вот здесь, мне кажется, дерево, вот, а вот здесь что-то похожее на пластик, в общем, не пойму, здесь вот тоже, вот, выгравировано, да, Санти Бургас, вот, коллекция, вот эта у него, относительно новая, Палиндром, здесь у него вышло три аромата, на меня заинтересовал первый, и, разумеется, он меня заинтересовал по своей пирамиде, потому что там у него какао, по-моему, там у него Бабы Танка, там у него Апофонакс, вот, что-то там еще у него, вот, опять-таки, этот аромат долго отстаивался, он отстаивался у меня, когда он пришел, ну, то есть, постоял недельку, я обычно прям, вот, что называется, с пылу, с жару, на себя не брызгаю ароматом, я даю ему хотя бы недельку постоять, вот, но его это не спасла, эта неделька абсолютно, он звучал, опять, он звучал очень редко, он звучал очень резко, он звучал как-то однообразно, я так расстроилась, думаю, ну, ну, пирамида, в общем, не спасла, как-то она не так звучит, вот, и буквально недавно, наверное, вот, ну, совсем недавно, вот, я опять в очередной раз к нему подошла, и уже ощутила в нем перемены, вот, у него очень красивое начало, но у него такой, знаете, здесь достаточно явно звучат цитрусовые ноты, они такие сочные, они такие какие-то вот, как лимончик в сахаре, что-то такое, то есть не горечь-горечь, а смягченный такой лимончик, сочный, вот, и он прячется где-то в деревяшистых, и вот этих вот смолистых нотах, это очень интересно, такое, знаете, интересное сочетание получается, несмотря на то, что вот такое сочетание, оно, ну, встречается, да, это не первый аромат, где встречаются и сочетаются подобные ноты, но оно интересно звучит, вот, и вот этот лимон, он звучит достаточно долго, он как-то освежает всю эту композицию, он освежает, придает ей какую-то пикантность, вот, там звучат и сладкие, немножечко сладковатые ноты, сладкость здесь, сладость здесь совершенно не выпирающая, сладость здесь не солирующая, здесь вот солирует больше смола и дерево, вот, и, как вы можете заметить, у меня здесь много дерева, у меня здесь много дерева, у меня здесь смолистость, это то, что мне действительно очень нравится, это то, что я с удовольствием ношу, и вот, вот эта вот осень и зима, мне кажется, весьма подходящими для этого временами года, вот, ну, вот, потом, когда аромат уже подходит к базе, лимончик значительно притушается, остается, вот эта вот древесность, остается, смолистость, и оно словно немножечко, знаете, то есть легкая сладчинка остается, небольшая сладость, и она, знаете, словно немножечко припыляется, припыляется, вот что это, я не знаю, может быть, это какао как-то там играет, может быть, это еще что-то играет, может, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, вот, но появляется немножечко такая вот пульноватая нотка на этом, на все, вот, но аромат все равно звучит интересно, интересно звучит аромат. вот такой вот интересно конечно будет звучать летом не знаю наверное будет попробовать но сейчас вот в это время интересно интересно раскрывает и последний на сегодня аромат это аромат от марки зоут зоут у нас название марки зоут аромат называется осмар осмар я с этим ароматом познакомилась достаточно давно я его сначала брала в отливанте он мне понравился но и собственно говоря это аромат который создал стефаном берлюка и мне нравится в основном то что делает стефаном берлюка у меня есть несколько ароматов вот этого парфюмера вот это марки зовут это марки стефаном берлюка 777 марка на зоне но у меня ее нету в принципе она закончила свое существование ароматы крайне сложно найти где-то у меня нет ни одного аромата но в общем осмар эта концентрация это концентрация of fine fine что-то вроде парфюмерной воды у него есть еще концентрация нектар и это вот соответствует концентрации парфюм вот касательно этого аромата ну здесь у нас в общем то наверное все то же самое что мне так нравится в других ароматах только здесь знаете здесь больше сладости вот потому что здесь у нас есть мед здесь у нас есть ваниль если правильно помню вот здесь у нас есть что то еще и этот аромат звучит более плотно этот аромат звучит чуть более сладко чуть более насыщена очень его люблю У этого аромата такое зеленоватое начало, мне он напоминает выдавленный сок алоэ, смешанный с медом. Вот такое вот странное, интересное начало, то есть сочная такая зелень, смешанная с терпким медом. А потом, потом вот к этой интересной субстанции начинает присоединяться, ну что начинает присоединяться? Мед начинает звучать более понятное, сюда явно присоединяется табачок такой вот перемолотый. Мне кажется кофейные нотки немножечко звучат, ваниль с амброй, явно ваниль здесь не звучит, а вот перемешанная такая сладковатая, тягучая субстанция. Вот, я бы еще, знаете, я бы еще на радостях нашла здесь что-то такое более-более смолистое, но я не уверена, что это заявлено в нотах. Но я бы это здесь нашла. Вот, такой густой, сладковато-пряно-терпкий аромат с хорошим таким ощущением амбры, ванили, меда, чего-то, чего-то даже не знаю, чего-то может быть. Уверена, не уверена насчет кожистости, не уверена. Вот, но вот что-то здесь такое создающее глубину, оно имеется. Очень интересный аромат, люблю вообще. Я уже сказала, творение с Стефаном Беролюки. С удовольствием бы познакомилась с гораздо большим количеством ароматов. Но это как-нибудь, наверное, на будущее. Ну вот, собственно, я показала вам шесть ароматов, которые я для себя вот как-то выделила, которые ношу прям с большим удовольствием сейчас. Ничего больше доставать мне не хотелось, я уже повторяюсь. Вот, я пробую, конечно, какие-то ароматы, которые ко мне пришли, там, в пробничках. В отливантах у меня практически уже ничего нового нету, в пробничках таких, которые у меня лежат достаточно долгое время. Опять-таки, никакие отливанты мне вот сейчас доставать совершенно не хотелось. У меня нет разумного, логичного объяснения. Это вот просто хочется, не хочется вот так. Вот, отливантами сейчас, ну, очень-очень редко пользуюсь. Наверное, только с целью просто либо освежить свои воспоминания, либо вот познакомиться, потому что у меня лежит определенное количество непознанных. Вот так вот. Ну что ж, давайте будем прощаться. Я надеюсь, вам было интересно познакомиться с некоторыми ароматами. Есть они у вас, может быть, вы о них слышали, может быть, вы с ними знакомы. Пишите, пожалуйста, мне всегда интересно пообщаться, мне всегда интересно прочитать ваши комментарии. Я надеюсь, вам было интересно. Всего хорошего и до свидания.